В этом году в рамках национального проекта «Экология на оздоровление реки Волги» в субъектов ПВО направят 10 миллиардов рублей. В рамках этого же проекта в регионах округа активно реализуется так называемая мусорная реформа. На ликвидацию объектов, негативно влияющих на окружающую среду, уже выделено 3 миллиарда. Сейчас идет рабочий этап перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И очень важно найти баланс среди всех участников этого процесса. Регионального оператора, мусоросортировочных полигонов, юридических лиц и, конечно, населения. Самым уязвимым вопросом для людей остается цена за вывоз мусора. Со своей стороны я могу сказать, что очень принципиально, конструктивно вопросы обсуждаются именно с учетом интересов, конечных интересов жителей. Чтобы эта реформа получилась, чтобы все увидели, что незаконные свалки ликвидируются, что взимаются нормальные тарифы, обоснованные и понятные. И что ведется работа по повышению эффективности работы, снижению этих тарифов. И, в общем-то, люди чувствуют результаты этой работы, улучшение и экологии, и, скажем, ситуации в населенных пунктах и городах. В Чуваши тоже идет работа по корректировке нормативов. Проведены зимние и весенние замеры объемов накопления мусора. Мы сейчас проводим хронометраж весенний период, летний период, осенний период, для того, чтобы посчитать правильно факт сбора твердых коммунальных отходов в сельской местности. По городам нет вопросов. Мы тарифы снизили на 20% и, скорее всего, на 15-20% норматив твердых коммунальных отходов тоже снизим. Об этом говорят расчетные данные, наши поездки, эксперты, специалисты участвуют. Здесь самое главное, находя баланс интересов, мы должны, с одной стороны, навести порядок, а с другой стороны, все должно быть где-то справедливо. На заседание Совета Приволжского федерального округа в Уфе под председательством полпреда Игоря Комарова обсудили и вопросы оздоровления Волги. В регионах запланированы масштабные работы по ее очищению. На эти цели в субъектах в ПФО в этом году направят около 10 миллиардов рублей. Финансирование пойдет за счет федеральной программы «Оздоровление Волги», ставшей частью нацпроекта «Экология». Регионы-участники – Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республики Мариэл, Татарстан и Чувашия. У нас по «Оздоровлению Волги» всего 13 проектов в работе. Где-то проектируем, где-то разработки, где-то техзадания, реконструкция биологических очистных сооружений, ливневка, то, что стоки после дождей, после таяния снега стекает в Волгу. Это надо очищать. Проблемы это еще с советского периода. Поэтому мы в федеральной программе участвуем. И все те мероприятия, которые в национальном проекте «Оздоровление Волги» и «Чистые страны» предусмотрены, мы будем выполнять. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.